Здравствуйте, дамы и господа! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук. И сегодня мы разбираем книгу Вайтхеда «Приключения идей». Я, конечно, всё понимаю, я, конечно, всё понимаю, но книга, она наполовину ужасная, на вторую половину она интересная. Да, давайте заранее я скажу, что книжка неоднозначна. Я не скажу, что это было полностью отвратительное говно, да? Но при этом я и не скажу, что это был какой-то невероятный философский шедевр, который там поразил меня, заставил меня изменить все мои позиции обо всём на свете, там и так далее, так далее, так далее. Даже не близко. Произведение неоднозначное, неоднозначное. Культурологические, политические, исторические, вот эти вот все разделы абсолютно ужасны, на мой взгляд. То есть, если мы сравниваем Вайтхеда с конкурентами, со Шпенглером, Гегелем, Тойнби, там, какими-нибудь другими культурологами, философами и всеми остальными, он бесконечно сильно проигрывает, на мой взгляд, этим персонажам. Но, когда он разбирает философию науки, в целом, да, там довольно хороший, сильный, конкурентный уровень, на мой взгляд, соответственно. Давай сюда. Вот. Как-то так. Первую часть мы сегодня будем разбирать, это часть социологическая. Соответственно. Соответственно, социологическая часть. Целью книги является критическое рассмотрение того типа истории, которая принадлежит идеям и их значению в жизни человеческого рода. Вот, записали, вот, введение написано вот так вот, да. Вот это цель книги. Отчасти это довольно гегерианская задача, поэтому я нередко буду сравнивать Вайтхеда прежде всего с Гегелем. Ну, потому что, а с кем его еще здесь сравнивать, понятное дело, в этой области. Много с кем, конечно. Да. Теории, пишет Вайтхед, строятся на фактах. И наоборот, сообщения, опирающиеся на факты, работают только благодаря теоретической интерпретации, замечает он введение. Это тоже правда. Я это полностью разделяю. Мне это понятно, мне это, собственно, приятно. И в данном случае, ну, я как бы Вайтхеда полностью поддерживаю. Здесь я с ним спорить, конечно же, не буду. Дальше Вайтхед продолжает рассуждать об ограничениях познания и упрекает тех историков, которые не осознают свои пределы в познании и не признают интерпретационный характер своей деятельности. Мне довольно сильно нравится вот этот вот Вайтхедский непосредственно подход, где он, соответственно, критикует разные методологии. По-моему, это довольно круто. Ну, в том плане, что Вайтхед не просто какой-нибудь там обычный, типичный сиентист, который такой, ууу, наука, наука. Не-не-не-не. Вайтхед здесь похитрее. Вайтхед значительно хитрее. И у Вайтхеда более тонкая позиция, за что, конечно, он от меня получает очень много плюсов и уважения, да, так скажем. Историк в описании прошлого зависит от своих собственных суждений о том, что составляет смысл человеческой жизни. Это, в принципе, тоже правильно. Это, в принципе, тоже правильно. И с Вайтхедом здесь спорить довольно трудно. Пусть историки попробуют это оспорить. Мне кажется, эта задача уже есть довольно трудно, да. Продолжаем. Следующая цитата. Знание всегда сопровождается эмоциями и целями. А разве это не так? Ну, а что вы можете здесь возразить? Вот. Такое впечатление, что это крайне часто, по крайней мере, происходит. То есть, ну, если вы считаете, если вы являетесь сторонником позиции, согласно которой не является, да, собственно, ну, все нормально, короче, да, все норм. Наверное, наверное, если вы сторонник такой позиции, вам очень трудно будет свою позицию так или иначе защитить. И ввиду этого, ну, Вайтхеду здесь будет значительно проще. Ну, это только вступление. Потому что дальше пойдет великолепная, в кавычках, великолепная социологическая часть, которая не такая уж и великолепная, как могло бы показаться, соответственно. Задача истории состоит в том, чтобы продемонстрировать типы принуждений и насилия, характерные для каждой эпохи. Ну, это для Вайтхеда довольно характерная черта, если что, он будет много рассуждать о насилии, об отсутствии насилия, о демократии, там, и всем остальном. Мы это тоже увидим скоро. А Вайтхед выстраивает противопоставление между, условно, таким вот паром и демократией, да, то есть, или аналогично вот по парам варварства и христианства. То есть, да, есть два пути, Сталин Гитлер, нет, есть два пути, есть два пути. Пар или демократия, или, это не второй путь, это как бы аналогия, да, аналогично варварства и христианства. То есть, давайте так, давайте так, давайте рисовать, давайте. Короче, смотрите, пар versus демократия. Пар versus демократия. То же самое, что варварство versus христианство. Пар versus демократия, то же самое, что, соответственно, варварство и христианство. Пар это варварство, демократия это христианство, соответственно. Все просто. Категории двоичные, абсолютно простейшие, абсолютно легчайшие, изейшие, никаких особо проблем в трактовке их не возникает. Мне, на мой вкус, лично, я бы такие термины никогда бы не выбрал. И варварство сравнить почему-то именно с христианством, особенно если у тебя недосконально христианская позиция, наверное, предельно странно. Но кто я такой, чтобы осуждать Уайтхеда, так скажем? Уайтхеда, кто я такой? Ну вот я тоже думаю, не будем мы его здесь осуждать. Притом, в обоих случаях категорию нужно понимать максимально обобщенно, потому что, цитирую, явный переход от одного века к другому всегда может быть прослежен по некоторой аналогии с паром и варварством, или, если предпочитаете, варварством и христианством. Иногда период изменений принадлежит эпохе надежд, эпоха надежд. Иногда становится веком отчаяния. Когда человечество ощущает приближение гибели, оно иногда направляет свои силы на открытие нового мира, а иногда прислушивается к глухим призывам мятежников, штурмующих горы. Падение Римской империи совершалось в течение длительного периода отчаяния. Паржи и демократия принадлежат эпохе надежд. Господи, я кажется, что-то с паром перепутал, да? Стоп. Стоп, 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 стоп. Вот я сейчас процитировал, процитировал, да? Ну, в итоге, да, есть эпохи отчаяния, есть эпохи надежд. Зачеркиваем. Зачеркиваем! Зачеркиваем все, что я здесь написал Зачеркиваем, что я здесь написал Эпохи отчаяния Эпоха отчаяния И эпоха надежд Соответственно Эпоха отчаяния и эпоха надежд Вот у нас есть два пути Я немножко не так пара изначально понял Но мы это сейчас переосмыслили Все нормально С другой стороны Не то чтобы Вайтхэд таблицы чертит И это поясняет нормально Так что засчитываю Важно заметить К стилистике Текст написан очень туго Вот этот социологический раздел Он просто абсолютно Тотально и безоговорочно ужасен Он отвратителен Он не работает Его читать практически невозможно Возможно Да, мне достался сломанный перевод Но у меня такое впечатление Что вот это вот все Так как оно там сделано Переводом так не испортишь Ну то есть Вроде бы переводили люди Академические Да, соответственно Ну знающие английский язык Владеющие философской терминологией То есть Это не какой-то Шизик взял и перевел Знаете, вот есть переводы Дао-де-дзина И там переводят периодически То шизики, то не шизики Там то и специалисты То не специалисты Дао-де-дзина очень любят По-разному переводить А вот здесь Как бы вот Ну профессионал переводил Да И чтобы вообще Все так испортить Это надо очень сильно Постараться На мой взгляд Кто-то постарался Возможно, конечно Но нет Мне кажется Дело не только в переводе Там есть косяки перевода Вспоминаем про 17-е письмо Платона Которое будет дальше Это к вопросу о переводе Если что Да Вот Блин Наверное, звук было плохо слышно Когда я отходил туда Ну ладно Так вот Текст написан очень туго Он довольно Вайтхед довольно плохо Поясняет основные понятия Поэтому у меня Например, здесь возникло Некое Видите Некий затуп Но это не потому Что я как бы сидел И типа плохо читал Нет Просто потому Что там надо Вот Прям вот Прям вот Очень внимательно читать И при этом Очень внимательном чтении Ты все равно Можешь много чего не понять Очень многое Можно истрактовать Очень по-разному И вообще Короче Нифига не понятно Когда читаешь Особенно социологический раздел Короче Вот так вот и происходит Ты читаешь текст И твое интуитивное понимание Оказывается скорее Неверным Чем верным Просто потому что Вайтхед Ну Его остается только Интерпретировать Я не понимаю Его просто невозможно Просто взять И прочитать И понять Это не Кант какой-нибудь То есть у Канта У него определение есть У него систематика Хорошая Хорошо выстроена Но он использует Классические понятия Из философии Как бы Да Иногда их по-своему Определяет Но он их определяет Понимаете С Кантом Здесь совершенно другая Например история С Кантом Надо долго Прилежно изучать И ты все поймешь С Вайтхедом Это так не работает Вот Да Замечу что это Стилистическая критика Несодержательная Но мне кажется С виду Как будто бы Я считаю Какого-то Посмодерниста Я как будто бы Открыл Какую-то книжку Дилиоза И передо мной Предстала собственно Сама шизофрения Понимаете В чистом ее виде К сожалению Это удивительно И при этом Вайтхед Аналитический философ Считается Аналитическим философом Как бы Понимаете Вот так вот Вот так вот Такое тоже бывает Соответственно Вот Что у нас тут Ну вот Давайте процитируем Давайте процитируем Как он жонглирует Терминами И почему это Периодически Выглядит довольно неудачно В любую эпоху Явных изменений Налицо Модель Уже Исчезающего Привычного Молчаливого Порядка И эмоций А Чувствуете Чувствуете Продолжение Цитаты И одновременно Ощущается Приближение Новой системы Привычек Молчаливый порядок Эмоции Зона Анархии И все такое И это не проясняется Никаким образом Очень метафорический язык С кучей разных Ответвлений И он при этом Ну Его трудно читать Это даже не столько Делез Сколько как Дедрида Наверное Вот Делеза еще можно понять Вот Бадрияра легко понимать Например Да Это хороший постмодернист Его по большей части Легко понимать Что он пишет Между Делезом И Деридой Где-то Вайтхэт Здесь засел Как будто бы Ну да ладно Но при том Что В дальнейшем Сейчас будет Очень много критики Вот в этом разделе Много критики Раздел плохой В плане непонятности Раздел трудно Как-то осмыслить С разделом Трудно работать Ты его читаешь У тебя просто как вот Джеки Чан в голове, у тебя такой мем показывает постоянно. Ты думаешь, что за сверхмозг это писал, короче, как-то так. И действительно сверхмозг, надмозг какой-то это делал, судя по всему. Так вот, между тем и другим лежит зона анархии, заключающаяся или в ощущении чрезвычайной опасности, или в ощущение длящейся неразберихи, включающей в себя страдания, связанные с упадком и семена новой жизни. Поэт, 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 не иначе, поэт, не иначе, я не могу никак по-другому это описать. Что за модель исчезающего привычного молчаливого порядка, что за зона анархии, почему анархия ассоциируется с опасностью, и введение, собственно, такого много. Вообще, во всей следующей главе такого много. Я читаю и понимаю, что не могу понять, что я читаю. Чисто стилистически это выглядит довольно плохо, хотя, как я понимаю, задача автора здесь подобна задачам культурологов, наподобие Шпенглера или философов науки, наподобие Куна. Но Шпенглер и Кун виртуозно справились со своей стилистической задачей донести определенную мысль. Их мысли могут быть сколь угодно неверны, да, то есть и сомнительны, и оспоримы, так скажем. То есть мысли Куна и Шпенглера, это, возможно, не эталон правдивости мысли, это, возможно, не эталон правдоподобности. Да, Куновская модель, на мой взгляд, крайне примитивная, например. Но зато она виртуозно, стилистически донесена. И у Шпенглера тоже. Хотя Шпенглер, он, ну, он континентал, по сути, по своей, да. То есть у нас есть Шпенглер и Кун. Вот Кун из аналитиков, Шпенглер из континенталов. Оба справились с задачей донести информацию на ура. Они красавчики. Они молодцы. А Уайтхеду, особенно вот в этом разделе, мы ставим здесь тройку. Тройку за донесение информации, да. Это очень-очень-очень нехорошо. Особенно этот раздел ужасен просто. Отвратителен. Ну да, ладно. Данный сегмент текста Уайтхеда я просто не понимаю. Следующее предложение в пример. Наша оценка этих сил. Этих сил. Не проясняется, какие силы. Можно догадываться, потому что мы уже читали несколько страниц назад, что это за сила. Но что это за сила прямо сейчас? Сейчас вот мы, ну знаете, силы не упоминались несколько страниц внезапно. Наша оценка этих сил полностью зависит от той позиции, которую мы заняли, начав критический анализ. Каких сил? Ну получается сил варварства и христианства, видимо. Ну или пара там и демократия. Потому что страницу назад, страницу, целую страницу, да. Именно они называются силами. Но до этого они же называются еще и типами переходных эпох. Более того, в тексте до этого ничто не называется силами, кроме этих двух абстракций. Ну вот. Поэтому мы, соответственно, и делаем вывод, что именно вот эти штуки подразумеваются под силами. Все. Остается только гадать, что там Вайтхед у себя в голове придумал. Не хватает их точного определения, чтобы уж наверняка воспринимать их именно как силы. Если определения нет и не предвидится, то было бы неплохо заранее и в прошлом, и в позапрошлом предложение хотя бы упомянуть, что под силами понимаются именно варварства, христианства, пара, демократия. И вот это вот все. Ну что, за два абзаца до этого они не упоминались. То есть два абзаца мы ни про какие силы ничего не слышим. И вдруг внезапно силы. Силы, вот эти силы и без пояснений. Что за силы? Кому эти силы нужны? Зачем эти силы нужны? Непонятно. Непонятно. Ну и давайте. Последняя цитата из видения, чтобы вы как бы кайфанули тоже. Человечество не полностью безмолвно, и в этом отношении оно отлично от других видов животных существ. Однако в истории мира живых существ, в том числе и предков человека, есть моменты изменения привычных образцов, которые демонстрируют историю форм поведения, не имеющих какого-либо интеллектуального выражения со стороны современников, этих исторических моментов, или в форме априорных целей, или в форме последующей рефлексии. Цитата. Разбираем. Здесь мем Джеки Чан. Вот просто. Просто вот смотрите. Я его просто здесь нарисовал. Я просто не знаю. Ну... Типа... У-у-у! А что? Что? А как? Как еще? Как еще это изобразить? Только вот так. Да, это буквально в лекции. Вот буквально в лекции вот у меня Джеки Чан. Потому что, ну, я даже не знаю, что с этим делать. Разберем. Разберем. Давайте. В мире живых существ были такие изменения, привычных образцов, не имеющих никакого интеллектуального выражения со стороны современников этих исторических моментов. То есть, вот черви в своих изменениях не имели интеллектуального выражения этих моментов. И современники этих червей, получается, да, тоже не имели, выходит. Но нет. Он приводит пример. Пример. Есть пример. Стоп. Не просто. Черви не черви, но есть пример. Например, в далекий период, когда происходило распространение лесов, некоторые млекопитающие забрались на деревья и стали обезьянами. Позднее, по прошествии длительного периода времени, в течение которого леса погибали, тот же самый вид спустился с деревьев и превратился в человека. Смотрите. Смотрите. То есть, буквально, забраться на деревья и стать обезьяной или спуститься с деревьев и стать человеком, это частный случай момента изменения привычных образцов, которые демонстрируют историю форм поведения, не имеющих какого-либо интеллектуального выражения со стороны современников этих исторических моментов. Или в форме априорных целей, или в форме последующей рефлексии. Это буквально весь пример. Дальше ничего не поясняется, чтобы вы понимали. Окей. Мы зафиксировали изменения. Было обезьян... Было млекопитающее. Забралось на дерево, стало условно обезьяной. Произошло изменение. Все согласны. Согласны. Обезьяна спустилась с дерева и стала человеком. Ну, очень краткая история, очень абстрактная. Ну, допустим. Окей. Засчитали? Засчитали, да. Вот этот пример проясняет буквально одно слово. Одно слово. Одно слово. Понимаете? Гениально. Это гениально. И то слово, которое мы все понимаем. Пример, который приводит Вайтхед, иллюстрирует одно слово, которое и без того всем понятно, но не иллюстрирует все остальное предложение. Магия. Это просто магия. И вот этим весь первый раздел и характеризуется. Он весь в этом. Он такой просто. Он просто весь вот такой. Я не понимаю, как это работает. У Вайтхеда это просто фантастика. Там очень сложная конструкция из рассуждений. Вы видели вот это вот, да? Изменение привычных форм образцов, которые демонстрируют историю форм поведения, не имеющих какого-либо интеллектуального. А как спуск обезьян из деревьев и становление человека демонстрирует нам, собственно, отсутствие какого-либо интеллектуального выражения со стороны современников этих исторических моментов, или в форме априорных целей, или в форме последующей рефлексии? Как это нам демонстрируется? Если это нам не демонстрируется, и это вообще непонятно что, зачем это вообще здесь в тексте? Фух. Как же меня бомбило, когда я читал именно первый раздел. Дальше будет лучше. То есть давайте так. Вы сейчас этот первый раздел прослушаете. Он бомбящий. На 90% я буду бомбить. И заслуженно буду бомбить. Я буду бомбить абсолютно заслуженно. Вайтхед заслужил. Это плохой раздел. Это ужасный раздел. Это просто отвратительный раздел. Хуже и придумать нельзя просто. Но при этом всем, но при этом всем как бы, да, дальше лучше. Дальше будет объективно лучше. Так что, друзья, не переживайте. Да, здесь будет не только критика, но первый раздел состоит из бомбежки. И по-другому быть не может. По-другому здесь быть не может просто. Так вот. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем, соответственно. Здесь перед нами история в ее бессознательном аспекте, который связан с выпадением дождей и ростом лесов. Или с грубыми варварами, или с углем, паром, электричеством и нефтью. Автор пытается управлять, увязать все это с историей. Но нам как бы интуитивно вроде бы понятно, что историческая наука не разбирается в таких вещах. То есть, история это буквально, ну, в переводе расспрашивание. Расспрашивание, да. Или сведения, которые были получены путем расспросов. А, соответственно, это этимология. Ничего, ничего, конечно, этимология очень часто отличается от того, что мы закладываем в то или иное слово. Это не фокус. Это не... Ну, мы не должны опираться только лишь на этимологию. Вообще на этимологию можно не опираться. Многие слова потеряли то значение, которым они обладали изначально. Такое бывает, да. Так вот. Притом для истории предметом изучения, по определению истории, является именно человеческое прошлое. Ну, например, это отличает историю от биологической антропологии. Антропология тоже вроде бы изучает прошлое, но не вполне человеческое. То есть, ну, не Homo sapiens, так скажем, прошлое. Для антропологов ценно в том числе, да. Ну, Homo sapiens для них тоже ценен, ввиду того, что это представитель рода Homo и все дела. Но, в принципе, не только Homo sapiens, там, не знаю, какие-то какие-нибудь другие Homo тоже оказываются довольно-таки интересны для товарищей антропологов. Вот. История, она отличается тем, что она, во-первых, касается человеческого существования. Во-вторых, действует методом, ну, в кавычках, расспросов. На самом деле, анализа документов. То есть, да, мы анализируем документы. Если документы остались с той или иной стороны, мы можем рассказывать про историю. Вот здесь был такой правитель, вот здесь был другой правитель. Какой вот, например, вождь был в пещере какой-нибудь, там, я не знаю, любой пещере, как он там всеми управлял, повелевал, и какой он был крутой, мы сказать не можем. Антрополог не может этого сказать. Поэтому он и не занимается историей. Он не может даже, знаете, рассказать историю. Он историю рассказать не может. Он может сказать, ну, наверное, здесь был какой-то вождь. Вот тут остался его скелет. Вот у него большая палка там рядом лежала. И все такое. То есть, это не исторический метод. Да, то есть, антрополог, тоже разбираясь с прошлым человеком, он не использует исторический метод. Вот. Без каких-либо прояснений. Без каких-либо уточнений. Без введения нового понятия истории. Без нормальной апелляции, что это необходимо, нужно, важно, и как бы было бы прикольно, да, это все пояснить. Вайтхед внезапно просто берет и вбрасывает нам вот этот текст. Вот. Как-то так. Это метафора истории. Я ничего против метафоры не имею. Все нормально. Но аналитический философ Вайтхед. Ладно, очень ранний аналитический философ. Да, то есть, он ранний аналитический философ. В принципе, тогда, видимо, еще можно было вот так вот свои мысли выражать. Но это просто... Да. Это хуже Ницше. Ницше очень понятен, в отличие от Вайтхеда. Да ладно. Продолжаем цитировать Вайтхеда. Здесь перед нами история в ее безосознательном аспекте, который связан с выпадением дождей и ростов лесов и с грубыми варварами или с углем паром электричной нефтью. Однако, этот бессознательный аспект истории не может быть описан с помощью категории полнейшей бессознательности. Почему? Почему не может? Вот Вайтхед пишет. Этот бессознательный аспект истории не может быть описан с помощью категории полнейшей бессознательности. Дальше. Выпадение... Да, видимо, вот это прояснение. Выпадение дождей и рост деревьев являются свидетельствами величественного порядка в природе. И что? Продолжение. Там просто... Если что, мы большую часть раздела просто пропустили. Потому что, если мы его не пропустили, мы бы сошли с ума, да? Так вот, ну, он возвращается к тем примерам, которые он раньше описывал. Очень много описывал, если что, да? Гунатилы тоже имели свою собственную интеллектуальную точку зрения. Которая в некотором отношении неожиданно оказывается предпочтительной точке зрения порождающих римлян. Век угля и пара был насквозь пронизан интеллектуальными способностями отдельных людей. Да, относительно. Почему? Почему? Это... Пар. Почему эпоха пар называется? Потому что паровой двигатель, короче, изобретен. Да, я нарисовал паровой двигатель. Красиво, да? Красотища. Красотища. Потому что паровой двигатель. Вот пар. И поэтому пара демократия. Пара демократия против воровства христианства. Соответственно. Так вот. Век угля и пара был насквозь пронизан интеллектуальными способностями отдельных людей, которые толкали эпоху встать на путь изменений. Но в конце концов, со всеми этими ограничениями выпадения дождей, гунны и паровые машины представляют собой грубую необходимость, которую, как ее сформулировала греческая мысль, толкает человечество вперед, не говоря уже о любой человеческой концепции цели интеллектуально выраженной. Цитируем дальше. Я не скажу, что мысль ужасна у Вайтхада здесь сама по себе. Но форма ее выражения усложнена какими-то путающими примерами, появляющимися в этом разделе и появляющимися в этом разделе из ниоткуда. А также усложненными предложениями, которыми насыщены эти самые слова и словосочетания. Которые вроде бы с виду, они имеют терминоподобную форму, они стоят в том месте в предложении, где должен стоять термин условно. Это вроде бы термин. Но Вайтхад, кажется, их не наделяет никакой терминологической нагрузкой чаще всего. Все, что написал Вайтхад, в этом разделе можно было заменить двумя последовательными предложениями, которые бы все прояснили. В которых говорится о том, что человечество двигалось вперед интеллектуальными силами, но с необходимостью. То есть интеллектуальные силы, приключения. Почему приключения идей? Потому что идеи людей заставляют делать некоторые вещи, соответственно. То есть есть идеи, и вот, собственно, по необходимости люди, получается, им как бы подчиняются, выполняют какие-то задачи. Человек не является, как бы, свободной от всего персоной. Да, это не персонализм, очевидно, это антиперсонализм. Это антиперсонализм в данном случае. Да, безусловно, это все довольно сомнительные тезисы, которые при этом не находятся в самом разделе никакой серьезной поддержки. Ведь автор лишь приводит примеры и приводит параллели между примерами и своими выводами, которые не аргументируются, а лишь как бы утверждаются. Дальше раздел человеческая душа. В любом человеческом обществе фундаментальная идея, оттеняющая каждую деталь деятельности общества, является общей концепцией о статусе индивидуальных членов этой группы, независимо от какого-либо их, соответственно, преимущества. В таких обществах, когда они появляются внутри цивилизации, их члены признают друг друга как индивидов, проявляющих эмоции, страсти, испытывающих чувство комфорта или дискомфорта, проявляющие понимание, ощущающие надежды, страх, ставящих перед собой цели. Просто покажу. Вы можете это прочитать же, да? Посмотрите. В любом человеческом обществе. Потом, смотрите, выделено. В таких обществах. В любом человеческом обществе в начале абзаца. Видите? И потом в таких обществах. Увидели. 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 Не вру вам я. Я вам не вру. Если относительно всего остального можно сказать, что мы поняли написанное, хотя, честно говоря, с большой натяжкой. Потому что данный текст страдает теми же недостатками, что и в прошлой главе. Как мы собираемся прояснить себе этот парадокс? Давайте так. Множество. Любое общество. Вот оно. Любое общество. Обычно, когда мы говорим «любое общество», мы подразумеваем все возможные общества. Правильно? Правильно. Блин. Плохо. У меня свет сейчас отключился. Ладненько. Печально, 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 друзья, честно говоря. Сейчас, секунду. Надо приостановить запись тогда. Так вот, друзья, сейчас пошло, пошло. Свет у меня выключили. В принципе, стоим, продолжаем. Пока есть энергия на телефоне и пока стабилизатор работает, продолжаем. Так вот, смотрите, в любом, в любом обществе, вот любое, да, когда мы говорим «в таких обществах», мы обычно отделяем одни общества от других. Понимаете? То есть, есть вот такие общества, а есть все другие общества. Понятное дело, да, очевидно. Так вот, Вайтхед, ну или его переводчик в данном случае, кстати, может быть, переводчик прокололся. Так вот, пишет «в любом человеческом обществе», а потом поясняет «в таких обществах», в каких таких, в любом, в любом же человеческом обществе, Вайтхед, ну как так-то? Довольно странно, довольно странно, согласитесь. Да и зачем вообще повторять про формулировку с обществами, если там и так по контексту понятно, что речь пойдет о любых обществах, тоже очевидно, да? Итак, здесь появляется энергия интеллектуального понимания, включая развлечение деталей характера, суждение о том, что истинно, что ложно, что прекрасно и что безобразно, что хорошо и что плохо. Меня все не покидает ощущение, что я считаю какого-то континентала. Да, я уже от себя говорю. В общем, дальше я постараюсь меньше отвлекаться на стилистические пробелы, потому что там все так же, там все абсолютно так же. В донесении информации. Хотя сделать это довольно трудно, ведь для критики человека его мысль необходима изначально понять. А Вайтхед сделал все возможное, чтобы его текст считался на уровне делеза и гватари. Так вот, цитата. «Фактором человеческой жизни, стимулирующим благородное недовольство, является постепенное выявление критического чувства, основанного на понимании красоты, индивидуального интеллекта и долга. Моральное чувство является производным от других сторон опыта. В ином случае представление о долге не имеет содержания, которым можно было бы оперировать. В вакууме не может быть никакой морали. Так. Во-первых, факторами опыта являются животные страсти, такие как любовь, симпатия, жестокость и аналогичные им склонности. Их удовлетворение. Во-вторых, получено ясное человеческое представление о красоте интеллектуальной изощренности. Здесь понятие об интеллектуальной способности, развлечении интеллектуальной тонкости шире, чем понятие об истине, которое обычно приводят в этой связи. Интеллектуальная изощренность понимается как великое достижение в деле утонченного движения от мысли к мысли, независимого от одного только прямого представления вопроса об истине. Мы можем определить это движение термином красота. Это уже будет значительно. Потом это в последнем разделе нормально прояснится. Здесь вайтхед прояснять этого не будет. И от этого этот раздел смотрится ну колоссально просто ужасно. Ну абсолютно ужасно. Ну практически нечитабельно он смотрится. Именно вот из-за такого. Так вот. Так вот. Ну интеллектуальная красота, которая может быть воспета в терминах, соответствующих красоте, воспринимаемой чувствами, является таковой только метафорически. Сказанное относительно и к моральной красоте. Все три типа красоты присутствуют в высшем идеале, который может быть действительно реализован. И в этом смысле можно определить ту красоту, которая приносит окончательное удовлетворение эросу-универсума. Ну вы понимаете, вот как эта речь складывается. Как это тяжело понимать с учетом, что прояснения будут потом. Вот вы сейчас ничего не понимаете. Я на момент прочтения первого раздела тоже ничего не понимал. И судя по всему это нормально. То есть мы опять же нам недавно заказывали видео про Вайтхеда, где соответственно обсуждалось все связанное с Вайтхедом, так скажем. И там как раз говорилось о трудности понимания самого Вайтхеда. Как его трудно понять, так что мы здесь не одни. То есть не только вы не понимаете, что здесь написано, но и я пока что. Так вот, Вайтхед поясняет. Подлинным предметом этой книги являются интеллектуальные силы, участвующие в преобразовании эпох. Когда мы исследуем, мы обнаруживаем, что в целом они делятся на два типа. Один из них это общая идея, другой узкоспециализированные понятия. Среди первых идеи с высоким уровнем всеобщности, выражающие понимание природы, вещей, возможностей человеческого общества, конечной цели, которая должна руководствоваться поведением отдельных людей. Так, давай. Отдельных людей. В каждый период существует общая форма, форм мысли, и подобно воздуху, которым мы дышим, эта форма так прозрачно, как пронизывает все, и так, по-видимому, необходимо, что только после большого усилия можно ее осознать. Вообще довольно сомнительно, на мой взгляд, что существуют те или иные силы, которые чувствуются преобразованием эпох, потому что сами эпохи, вероятно, не существуют, а являются лишь нашими абстракциями, то есть идеями. Нет эпох и нечему преобразовываться, понимаете, здесь логика простая. Если не постулировать никакие эпохи, то и преобразование этих эпох тоже постулировать не придется. Преобразовывается, если мы так номинально к этому подойдем, лишь наше представление об этих эпохах. Впрочем, опять же, обращу внимание на схожесть целей Уайтхеда и Гегеля, Шпенглера и Куна. Его работу, по смыслу, можно поместить где-то между этими авторами. И, к сожалению, это худшая из работ будет. Уайтхед пишет, перед нами здесь первая ступень появления великих идей. Они возникли как спекулятивные предположения в умах небольшой одаренной группы. Дальше Уайтхед, уже от меня говорю, в своей манере описывает краткую историю идей через христианство, рассказывает, как она ассимилировала платоновскую доктрину и далее. Он пишет, история идей представляет собой историю ошибок. Но через все ошибки проходит история постепенного очищения поведения. Если в развитии избранного порядка существует прогресс, то мы обнаружим, что поведение охраняется от рецидивов жестокости с помощью возрастающей мощи, принимаемых во внимание идей. Таким образом, Платон прав, сказав, что создание мира, то есть мира цивилизованного порядка, есть победа, убеждение над силой. Мы рассматривали сложное влияние философии, пишет Уайтхед, право и религии на переход от понятия общества, основанного на рабстве, к понятию общества, базирующегося на свободе индивида. Темой предыдущей главы было воздействие указанных социологических идеалов на изменение общества. Они создали интеллектуальный аспект этого изменения, который сочетался с объяснением того, каким образом такие интеллектуальные концепты стали движущей силой. На самом деле, идеи, которые выражает Уайтхед, все еще довольно нетривиальны, на мой взгляд. А потому вполне представляют исследовательский интерес, несмотря на всю сомнительность этих идей и ужаснейшую форму изложения материала. Форма изложения материала отвратительная. Просто отвратительнейше, хуже себе представить, наверное, сложно. Следующий раздел «Гуманитарный идеал». В этой главе мы впервые рассмотрим дополнительные причины, а затем перейдем к критике гуманитарного идеала. Критике, которая стала большой силой с момента ее возникновения в 19 веке. Наконец, предложим краткий обзор ответов на эту критику. Собственно, всю главу в своем стиле он пытается описать то, что в итоге зарекомендовалось многочисленными примерами. В течение двух тысячелетий платонические философские теории и христианские интуиции обеспечивали Западную Европу интеллектуальными основаниями для постепенного совершенствования чувств уважения и дружелюбия между людьми, для понятия братства. Эти чувства лежали в основании взглядов всех социальных групп. На протяжении двух тысячелетий философия и религия поддерживали в глазах Западной Европы идеальный образ человека, как такового, и придавали ему высшую ценность. Еремия Бентам и Агюст Конт приняли эти общественные эмоции как основные моральные интуиции, очевидную суть дела, не требующую ни оправдания, ни даже целостного понимания отношения к ее другим вещам. Они отказывались от метафизики. Отказавшись от метафизики, они оказали громадную услугу демократическому либерализму, так как создали осуществимую программу реформ и осуществимые способы ее выражения, которые служили объединению людей, чьи основные представления и понятия были самыми различными. Ну, вообще, влияние идей на историю мира, в каком смысле, мне кажется, штука практически неоспоримая. Люди, которые пытаются оспаривать данную позицию, как будто бы не знают историю философии и идеи, и мысли, вообще просто игнорируют все это. То есть, я могу себе представить как человек, у которого вообще нет никакого философского образования, который историю наук не знает, может сказать, что философские идеи ни на что не взаимодействовали, ни на что не влияли. Идея о том, что философские идеи влияют на мир, это общеобразовательная идея, причем исторически, вот в таком общем своем представлении она кажется неоспоримой, потому что какие-то философские идеи действительно влияли на мир, влияли на искусство, влияли на науку, влияли на общество, влияли на политику. Это настолько бесспорно, насколько только можно себе представить. Ну да ладно. Но у Уайтхеда это все еще совмещается с неким таким сильным детерминизмом, который в его представлениях, ну это как бы вот это взаимодействие идеи, оно вот детерминировано получается. Далее он описывает трудности, которые возникают у гуманистической идеи ввиду открытия теории эволюции и ее выживания в сильнейшем. Дальше пишет Уайтхед. Ну да. Просто важно, что эта очевидность и повторяемость никогда не нарушается. Это очень серьезное предположение ученых, которые они продвигают. Но мы в следующем разделе это очень подробно обсудим. То есть здесь нет смысла на этом останавливаться. Могущество идеала, пишет Уайтхед, состоит именно в этом. Когда мы исследуем основную массу наличных фактов, мы обнаруживаем их общий характер. Практически неизбежный нейтралитет по отношению к реализации внутренней ценности. Электромагнитные явления и законы электромагнетизма, молекулярные явления и законы химии одинаково нейтральны. Они лишь обуславливают возможность некоторого типа ценностей, но не определяют, какими должны быть эти ценности. Когда мы изучаем конкретные сообщества, которые обстоятельно определяют эти ценности, и такие спецификации, как сообщество людей, лесов, пустынь, прерий, сплошного льда, то мы видим, что они в известных пределах пластичны. История платоновской идеи – это история ее живого проявления в меняющейся локальной среде. Она обладает творческой мощью, создавая условия собственного существования. Раздел «Аспекты свободы» – вроде бы последний раздел в данной главе. У меня все еще сохраняются претензии к форме изложения. Она абсолютно отвратительна, непоследовательна, порой непонятно, что иллюстрирует те или иные примеры и так далее. Цитата Вайтхена. Не наше сознание первоначально определяет формы нашего функционирования. Мы начинаем осознавать, что мы вовлечены в некоторый процесс, ощущаем удовлетворение, либо неудовлетворенность, и активно изменяемся, или интенсифицируя нашу деятельность, или ослабляя ее напряженность, или вводя новые цели. Первоначальную процедуру, которая является предпосылкой осознания, я буду называть инстинктом. Это форма опыта, непосредственно возникающая из того, что унаследовано. Будь это наследие индивидуальным, или принадлежи оно окружающей среде. Итак, после работы инстинкта и после интеллектуального фермента, смотрите, как он вбрасывает слова, как он постоянно вбрасывает слова, бесконечно много вбрасывает новых слов. Интеллектуальный фермент, которые сделали свое дело, возникает решение, которое определяет способ сращения инстинкта и ума. Я буду называть этот фактор мудростью. Функция мудрости состоит в том, чтобы действовать в качестве модифицирующего фактора на интеллектуальный фермент. Так, чтобы создавать из данных условий самодетерминированный предмет. Следовательно, для понимания социальных институтов требуется это грубое деление человеческой природы на три фактора. Инстинкт, ум, мудрость. Мне само это деление кажется незавучным и в каком-то смысле даже нелепым. И что самое главное, для его выведения в тексте я не обнаружил никакой поддержки, никаких предпосылок. Оно просто есть. Здесь, дальше в данной главе, Вайтед развивает идею о терпимости и нетерпимости. Собственные произведения Платона представляют собой разработанную апологию свободы созерцания и свободы передачи опыта созерцания. Платон раньше, чем кто-либо другой, внес в мир этот самый существенный элемент цивилизации. Его диалоги, проникнутые ощущением разнообразия универсума, чувством недоступным. Недоступным во всей его глубине нашему интеллекту. И в своем седьмом письме он выразительно отвергает возможность адекватной философской системы. Мораль всего написанного Платоном состоит в том, что все точки зрения, если они разумны и в некотором смысле пригодны к употреблению, могут внести вклад в наше понимание универсума и в то же время допускают пробелы и поэтому не способны вместить в себя тотальность очевидного факта. Ну вот. А остальные в истории идей как будто бы... Ну и титул Укрец и Карра там тоже где-то вот сидел, поэму написал свою. А в остальном, остальные как будто бы вообще даже неинтересны. Да. Вайтлит продолжает. Два типа характера таким образом должны быть исключены из тех, кто существенно усовершенствовал понятие свободы. Первый принадлежит тем, кто утратил надежду на достижение какого бы то ни было уровня истины. Это скептики! Конечно, скептики! Скептический темперамент, очевидно, ничего не может дать тем, кто утверждает значение мышления. Поиски свободы при наличии ментальности нетерпимости обречены на поражение. Вот эти пораженцы, скептики, ребят, пораженцы. Пораженцы, ничтожество, тупые скептики. Смотрите-ка, да? Обречены на поражение. Но у меня есть одно критическое, уже содержательное замечание. Вайтхэт очередной человек, который не смог нормально прочитать скептиков, не смог изучить их, собственно, программу, не смог ознакомиться с понятием из-за стени, соответственно. Он противопоставляет толерантного догматика Платона, а он противопоставляет скептикам. Платон, судя по мифам, греческим высказываниям, анекдотам, он хотел сжечь тексты Демокрита, напоминаю. Скептики не хотели сжигать ничьи тексты. И вот он противопоставляет догматика Платона со своей догматической программой, которая противопоставляется, не знаю, другим всем программам, включая программу какого-нибудь там, не знаю, диагена условно, да, и кого угодно. Вот противопоставляется. Он противопоставляет это скептикам, у которых есть из-за стени. Вот. Это забавно, это предельно забавно. Во-первых, скептики не потеряли надежду на достижение истины. Они не являются убежденными агностиками. Блин, Уайтхэт, прочитай секста эмпирика, хотя ты уже умер, но прочитал бы ты секста эмпирика, нормально, и ты бы это понял. Дальше. Центральными элементами скептицизма является именно вот из-за стени центральным, да. То есть возможность для любого тезиса сформулировать противоположный, который логически не более истинный, чем исходный, и поэтому равносилен ему. Скептицизм представляет собой высшую точку толерантности, то есть ментальной терпимости, где все направления мысли могут быть услышаны и поняты. В платонизме никто не может быть понят, кроме платоника. Платон хочет создать фашистское государство, в котором на вершине стоит не просто философ, платоник. Над всеми стоит платоник. Всем правит платон, условно, да. И все, все поэты пошли вон, все вот эти вот уходят вон, все пошли нафиг. Вот у нас стражи, стражи мы селекции отбираем, кто из них круче. У нас Евгеника платоническая. Господи, какой великий, великий терпимый платон. Уровень терпимости платона. Вот все тексты платона пронизаны невероятной терпимостью. Как же, как же этот платон невероятен. Как же этот платон, ооо, какой этот платон супертерпимый. А вот поэты, которые пишут романтические какие-то тексты, да, сентиментальные, они идут нафиг, получается. Они нафиг идут, они никому не нужны, просто оказываются. Просто из города, из полиса пошли вон и пинком их. На, 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 на. Сейчас вот так вот. На, 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 на им, короче, всем этим недоумкам получается. Ну, стой. Да. Так вот. Очень, очень терпимый платон против очень нетерпимых скептиков. База. База просто. База нифига не кринж. Не, серьезно, это очень странно. Самый кондовый догматик и фанатик внутри философии, то есть платон противопоставляется скептикам, которые, типа, и вам, и нам, как бы, вашу позицию оцениваем как достойную, и вашу позицию оцениваем как достойную. И ввиду вот такой толерантности, оказывается, что, ну, как бы, все позиции как будто бы равны. Это очень странно. Это очень, действительно, очень странно. Человек настолько догматически влюблен в Платона, что, ну, у него из него льется какая-то странная жидкость против скептиков, хотя скептики по факту, ну, а кто может быть толерантнее скептиков? Да никто. Невозможно уйти, пишет Уайтхед, от того простого факта, что принуждение необходимо и что оно является ограничением свободы. Отсюда следует, что необходима доктрина о сочетании в обществе свободы и принуждения. Ну, здесь Уайтхед озвучивает умеренную позицию, которая, как мне видится, трудно оспаривать, и даже приводит некоторые аргументы, которые мы не оспаривать, не приводить не будем, ну, потому что много времени это займет. Далее Уайтхед продолжает описывать развитие цивилизации по векам. Сложно выделить в этом описании что-то интересное, потому что он просто пересказывает историю посредством некоторых обобщений, демонстрируя свою правоту. На самом деле проблема здесь заключается в том, что для меня, вот, ну, потому что я недостаточно компетентен в истории, ну, для меня нету никакой возможности обсуждать сейчас Уайтхеда вот в контексте его исторических ошибок или чего-то вот такого. Так вот, цитата. Существует свобода, лежащая по ту сторону обстоятельств, проходящая из непосредственно предчувствия, что жизнь может быть основана на погруженности в то неизменное, что остается посреди любых изменений. Это свобода, к которой ощупью шел Платон. Свобода, которой владели стойкие христиане. Свобода, дар эллинизма. Это свобода той добродетели, которая ведет свое происхождение из гармонии, так как ее условием является только адекватное понимание. И понимание имеет то качество, что, будучи к этому подготовлено, оно приводит природу души в свободное соответствие с верховной властью интуиции. Это примирение свободы с принудительностью истины. В этом смысле пленник может быть свободным. Пленник, рассмотренный со стороны его высшей интуиции, постоянного побуждения гармонии, про гармонию, это, кстати, тоже будет потом, которая является вершиной существования. Проблема заключается в том, что, опять же, прояснение многих терминов, оно будет в самом-самом-самом конце. В самом конце. В самом конце, ребят. Только в самом конце. И в этом плане, ну, очень трудно читать Вайтхеда. По-прежнему трудно читать Вайтхеда, да, соответственно. Так вот. Написанное, да, на самом... Ну, и с другой стороны, от того, что написано, я не вижу возможности какой-то разрушительной, уничтожающей критики. Написанное, конечно, сомнительно, но сомнительно вообще почти всё. И мы можем разбирать разные теории свободы. Но, как мне видится, да, это тоже будет излишним. Основная претензия к Вайтхеду, да, невыносимая стилистика в первой главе, просто ужас. Просто ужас, но дальше будет лучше. И всё-таки вот последний раздел, видимо. От силы к убеждению. Постепенное развитие сил убеждения в общественной жизни человечества отнюдь не целиком связано с проникновением идей. С ростом интеллекта уменьшалась область необходимого. Было достигнуто некоторое управление природными явлениями. Ну, проблема тут заключается в том, что интеллект, судя по всему, у людей с самого начала был довольно большой. Но Вайтхед почему-то замечает какой-то, знаете, как будто бы... Давайте так. Вайтхед рисует картинку вот такого нарастающего интеллекта. Понимаете? Из-за того, что растёт интеллект человечества, из-за того, что растёт интеллект человечества, мы получаем всё больше и больше блага. Получается, да, по мнению Вайтхеда. Но, судя по всему, уровень интеллекта более-менее был постоянный. И сейчас, наоборот, как будто бы намечаются тенденции к снижению интеллекта. Понимаете? Да? Соответственно. Но накапливаются новые и новые открытия, которые с тем уровнем интеллекта, который у нас есть, помогают создавать всё больше и больше и больше технологий. Если что. Опять же, какой-нибудь крестьянин беззубый, кривозубый крестьянин, как обычно говорят, да, он не глупее современного среднестатистического человека. То есть, нету такого, что вот какой-нибудь, не знаю, крестьянин находится вот здесь вот, а Вася, вот он здесь вот какой-то находится, да, рандомный. Средний Вася из низов общества вот здесь вот находится. Шо Вася? Шо крестьянин? Они вот, они вот, они вот тут вместе обитают, соответственно. Понимаете? Ну, как-то так. Продолжаем. Ну, возможно, тут ещё можно подчеркнуть, что у Вайтхеда имеется своё понимание интеллекта. То есть, оно, скорее всего, несовременное и так далее, и так далее, и так далее. Ну, просто как бы, да. Ну, Вайтхед никак и не определяет интеллект, и не доказывает, что интеллект рос. Он просто, он просто вбрасывает. Интеллект рос. Вот он рос как бы. Рос, рос интеллект. Но при этом какой-нибудь, не знаю, современный биолог, антрополог скажет, да нифига интеллект не рос. Почему он нифига не рос? Ну, вот потому что, а это и не нужно для объяснения, во-первых, да. А во-вторых, ну, вот как бы мозг. Вот он. У человека вот он такой здесь по размеру, и здесь тоже вот такой по размеру. Вот он в пещерах, у него вот такой вот мозг. И вот здесь у тебя такой же мозг, как и у него. С чего бы, в общем-то, с чего бы, в общем-то, нам предполагать, что тогда у них интеллект был ниже. Тем более, там уже люди создавали разные простые вещи, собирали какие-то штуки, а создавать их было непросто. Да, заметьте. Вещи, может быть, простые, каменные молотки, и все такое. Ну, ты вот, ты поточи этот топор, ты поточи это вот острие, да, как бы своими собственными руками, без инструментов, без инструментов. Нету никаких специалистов, которые тебе все наточат. То есть, нету такого человека, который такой, я главный копейщик, сейчас я все заточу один, да. То есть, нет, ты сам точишь копье, скорее всего, сам огонь там разжигаешь, сам вот это умеешь, сам то умеешь. То есть, отсутствие специализации и маленькое количество открытий, ну, даже для человека с огромным интеллектом может, ну, как бы, сильно его задержать, так скажем. А при этом довольно тупенькие люди, относительно тупенькие, они, в принципе, могут очень сильно способствовать прогрессу техническому, просто потому, что, ну, в общей массе, с огромным количеством технических открытий, их становится еще больше технических всяких штук и так далее, так далее, так далее. Так вот, Байтхед продолжает. В этой главе мы рассмотрим действия некоторых природных необходимостей, таких, как необходимость в пище, одежде, а также результат этой идеи, такой деятельности, как коммерция, которая содействовала отношениям, построенным на убеждении внутри отдельного общества и между различными обществами. Мы рассмотрим также, как эти силы приводят к возникновению различных типов беспокойства. Ну, дальше он пишет. Все коммерческие ценности являются психологическими ценностями, то есть, они измеряются желанием, широко распространенным среди человечества, приобретать бесчисленное множество предметов. Денежное обращение представляет собой только частный случай зависимости ценностей от человеческих привычек. Все предприниматели и торговцы используют эту особенность человеческого рода. Ну, и дальше идут, как бы, рассуждения о мальтусе, мальтусянство и все такое. Ну, нормально. Сейчас. Раз. Вниз. Дальше Вайтхит пишет. Природа пластична, хотя каждому господствующему в данный момент уровню мышления соответствует установленной природой твердой границы жизни. Современная история начинается с того самого момента, когда Европа переходит в новую эпоху понимания, благодаря которой она может ввести в действие новые факторы. Неизвестные, неизвестные старым цивилизациям. Природа и человек – ложная дихотомия. Человечество является тем фактором в природе, который наиболее эффективно демонстрирует пластичность природы. Последняя, ну, кстати, мысль прикольная, хорошая даже, да, для своего времени, наверное, тем более. Последняя проявляется в введении новых законов, которые, новых законов. Учение о единообразии природы должно быть ограничено противоположным учением, учением о магии и чуде, ибо учение о единообразии выражает частичную истину, не согласующуюся и не соответствующую необъяснимостью универсума. Наши интерпретации опыта определяют пределы того, что в наших силах сделать с миром. Ну, вообще, от себя добавлю, что то, чем занимается Уайтхед, походит на компротивизм, да, компротивистику. Особенно, когда он начинает разбирать восточные культуры и сравнивать их с западной. Сравнение выглядит недостаточно глубоким. Впрочем, как мне видится, за всю историю культурологии подобные попытки Шпенглера, Тоймби, Данилевского, Дугина создать достаточно подробный и верный компротивистский разбор для подтверждения своей точки зрения на культуру, общество и движение идей терпели крах. Потому, что исторического и культурного материала было очень много, а сейчас его еще больше. И это обобщить просто невероятно сложно, если что. Более того, существуют разные методы анализа и сравнения этого материала, которые приводят нас к разным результатам. И в итоге, в центре всего этого располагается гуманитарный метод герменевтики, который вообще может интерпретировать все, что угодно, как угодно бесконечным количеством образов. Уайтхед, конечно, не справился с поставленной задачей, его конкуренты в похожих вопросах выделяли либо очень большие книги на все вот это. Например, не знаю, Шпенглер со своим закатом Европы. Там культурный разбор очень подробный. Тем более, Дугин какой-нибудь. Дугин вообще огромную наамахию выделяет на весь этот культурный разбор. К сожалению, только у Дугина очень поверхностная, как мне кажется, эрудиция в вопросах разных культур. Я не скажу, что у меня сильно глубокая, но я и не претендую на написание подобных текстов, если что. Любой культуролог, который прочитает книжки Дугина на аамахию, скорее всего, ну почти любой, скажет, что такое себе. Да. А Вайтхед решил обойтись всего-то 400 страницами. Притом, его конкуренты на этом поприще писали более художественно и одновременно с этим последовательно. Даже Дугин. Даже Дугин более последователен. Продолжаем цитировать. Взаимодействие между индивидами и между социальными группами принимает одну из двух форм. Или форму насилия, или форму убеждения. Коммерция является великолепным примером взаимодействия посредством убеждения. И почему выделяются только две этих формы, мне интересно. Ну, а может быть, их больше. Вайтхед не поясняет. Ну, ладно. И вот он пытается описать, почему ближневосточные цивилизации не достигли такого уровня, что и западные. Слабость ближневосточных цивилизаций Стелла в том, что они широко опирались на насилие. Рост отношений и взаимного убеждения внутри общественной структуры был приостановлен. Эти цивилизации никогда не изжили до конца широкое использование насилия, завоевателей, над покоренными народами и господ над рабами. Эта привычка к господству как зараза вышла за собственные пределы. Господство мужчины над женщиной осталось устойчивой характеристикой высокоцивилизованных обществ. Оно сохранилось как пережиток варварства. Неравенство мужчин и женщин по-видимому основывается на физическом преимуществе мужчин и на поглощенности женщин рождением и воспитанием детей. Как бы то ни было, результатом этого неравенства является то, что уровень развития женщин стоит ниже уровня развития мужчин. Таким образом, восточные народы положили начало фатальному эксперименту, устанавливающему два уровня культуры. Плюс к этому третий уровень, уровень подвластных народов. Наслаждение, получаемое от насилия, фатально для утонченного образа жизни. Правящие классы вырождаются в результате того, что они беспечно придаются различным удовольствиям. Ну, кстати, я бы заметил, что Вайтхед, ну, прав-неправ, но его высказывания про Ближний Восток и вообще про Восток довольно сомнительны. Потому что нюансов очень много. Да, доминирующее положение того же мусульманина над женщиной, оно значительно меньше, чем, допустим, афинянина над женщиной. То есть, надо помнить, что в каком-то смысле исламский мир представляет нам прогресс в формах договоренности. Женщина может три раза произнести формулировку одну отдельную и развестись со своим мужем. Это, конечно, крайне нежелательно, но у нее есть такая возможность, соответственно. И вообще, в принципе, женщина в исламе имеет определенную важную роль. Опять же, что ставит ислам над греческим, например, миром. Да, ислам не является, исламская культура не является культурой, в которой женщина максимально свободна и свободнее мужчины. И может, мужчину не слушаться. Нет, не является, безусловно. Но в исламе есть определенный прогресс над некоторыми обществами прошлого, когда речь касается свободы женщин. То есть, в исламе женщина свободнее, чем во многих других, по крайней мере, местах. Трудно сказать, что исламский обществ самый жестокий за всю историю, но военная деятельность позволила исламу распространиться по всему миру. И сейчас, вероятно, ислам, наверное, самая сильная религия. Не самая крупная, но самая сильная религия из существующих. И важно помнить, что в исламе у женщины все же больше прав, чем в других традиционных обществах. Вайфи дальше пишет. В этом беглом обзоре возникновения и падения цивилизаций мы должны отметить четыре фактора, которые оказывали решающее влияние на судьбу социальных групп. Первый состоит в том, что неизбежным законом цивилизованной жизни, независимо от ее трансцендентных целей, является либо погрязание в удовольствиях, либо медленное возвращение к скучным повторам, но уже с притупившейся силой чувств. Второй фактор. Это неизбежное требование природы, сводящееся к тому, что должны быть удовлетворены физические потребности в пище, одежде и жилище. Жесткие пределы, которые при этом определяют способ существования общества, могут быть только несколько смягчены ростом понимания, позволяющего урегулировать взаимодействие между человеком и природой. В-третьих, господство человека над человеком имеет двойной результат. Оно благотворно в той мере, в какой обеспечивает координацию поведению, необходимую для социального благополучия. Но оно приобретает роковое значение, если выходит за узкие рамки, необходимые для этой координации. К прогрессивным обществам относятся те, которые наиболее решительно полагаются на четвертый фактор, на способность убеждать. То есть, до этого рассказывалось только лишь о двух факторах, где есть способность убеждения и, соответственно, насилие. Теперь рассказывается о четырех факторах. Три вида человеческой деятельности в основном способствуют усилению значения этого последнего фактора для человеческой жизни. Это семейные привязанности, возникающие при отношении полов, воспитании детей, интеллектуальная любознательность, дающая наслаждение от обмена идеями, и, когда возникают крупные общественные системы, практика коммерции. В результате этих видов деятельности возникают отношения, симпатии, которые проявляются в росте почтения к той силе, благодаря которой природа становится прибежищем идеальных целей и производит существа, способные осознанно преследовать эти цели. Это почтение есть основа уважения человека к человеку. Оно обеспечивает ту свободу мысли и действия, которые требуются для возвышенных устремлений жизни на этой земле. Предвидение. Следующий раздел, да, предвидение называется. Это точно последний, это я уже точно помню, да. Точно ли? Там еще вывод будет, ну ладно. Наша неспособность предвидеть связана с нашими скудными знаниями, соответствующих конкретных фактов в прошлом и настоящем. Фактов, которые необходимы для применения научных законов. Вот. Я бы, кстати, заметил, что у ученых в естественных науках, где происходят предсказания, еще более скудные знания о фактах в прошлом, да и настоящем в каком-то смысле. Но мы, скорее всего, мы, скорее всего, знаем, знаете, вот если брать соотношение, вот сколько было исторических событий, сколько из них мы буквально запечатлели, так или иначе, и можем о них рассуждать. И сколько было событий в космосе, огромное множество, и сколько из них мы не запечатлели и не можем запечатлеть. То есть у историков просто в этом соотношении фактов больше будет. Но при этом естественные науки что-то предсказывают, а исторические науки не предсказывают. Мне кажется, Вайтхед не прав фундаментально. еще разок, да, смотрите, смотрите, смотрите. Так вот. Давайте так, давайте так. Вот условно все факты, все факты, которые существуют во вселенной, все факты, которые существуют во вселенной, стремятся к бесконечности они, наверное. Ну, я могу предположить только, да. И мы видели непосредственно, это вообще-вощи, вот, в процентном соотношении меньше одного процента по-любому. Меньше одного процента, да даже меньше там одного процента. Мы вообще такую микроскопическую долю всего происходящего во вселенной видели. Но при этом предсказывать мы можем. Внезапно, да, внезапно мы можем предсказывать. А вот факты, которые у нас в истории есть. Причем вот этих фактов в истории, не, неправильно, фактов в истории значительно, не просто значительно, значительно, просто вот так вот, вот так вот, Вот так вот значительно меньше по количеству в общей массе. Все факты, которые существовали в истории, их намного меньше, чем тех фактов, которые существовали во Вселенной вообще всегда. Потому что еще вот эти факты истории не так же включены в факты Вселенной. Правда, они не являются предметом изучения физики, но все же. Ну и в истории мы знаем значительно больше. Ну в процентном соотношении. Вот 100% реальных фактов. Ну мы тоже знаем, наверное, меньше 1% того, что в истории происходило. Но вот это вот 0,0001 против 0,0001, наверное. Где-то так, понимаете? Я чисто просто по приколу накидал нули, понятное дело. Но я вам пытаюсь здесь объяснить, что историк все же в процентном соотношении обладает большим количеством фактов относительно той действительности, которую он исследует. Чем непосредственно физик? Физик рассуждает о законах природы, опираясь на очень маленький процент явлений относительно всех явлений, которые когда-либо происходят и происходили во Вселенной. Историк касается текстов, свидетельств тех или иных событий. Эти события описываются, описываются иногда довольно подробно, иногда даже с разных сторон. Короче, у историка просто банально фактология более подробная относительно тех событий, которые присутствуют. Но да, история непредсказательна, потому что история изучает более хаотичные непредсказуемые системы. И не важно, сколько фактов мы знаем, скорее всего. Ну да ладно. Очевидно, что предмет исторического предвидения не исчерпывается точным описанием определенных конечных методов. Историческое предвидение вызывает два типа трудностей. Причем с наукой связан только один. Наука исследует только законы. А предвидение требует еще и обязательного выделения соответствующих фактов, из которых должны возникнуть будущие. При решении двух задач, без которого невозможно предвидение, этот отбор среди неразберихи фактов представляет собой наибольшую сложность. Возможно, что строгая теория предвидения вообще невозможна. Ну, наверное, в истории-то она невозможна. Я, кстати, с Вайткадом принципиально согласен с тем, что наука – это прежде всего про, в кавычках, законы природы, но про научные теории, которые включают в себя законы природы. Для меня это тоже довольно специфичная вещь. Я то есть часто это говорю. Продолжаем. Цитата. Вывод, который должен был быть сделан из этого краткого обзора, очень важен. Наши социологические теории, политическая философия, практические правила бизнеса, политическая экономия и теория образования ведут свое происхождение от непоколебимых традиций, великих мыслителей и их примеров практической жизни. Они восходят к веку Платона и сохранились до конца последнего столетия. Ценность этих традиций была извращена порочным предположением, что каждое поколение по существу живет в тех же условиях, что жили отцы. И передаст эти условия в качестве образца, имеющего неприходящую значимость своим детям. Мы живем в век, когда впервые в истории человечества была осознана ложность этого предположения. Продолжаем цитировать. Теперь мы должны дать некоторые иллюстрации, сделанным выше утверждением. Рассмотрим наше основное заключение о том, что традиционные теории социологии, политической философии, практических правил большого бизнеса и политической экономии в значительной мере искажены, испорчены имплицитным предположением о существовании стабильной неизменяющейся социальной системы. Приняв эту предпосылку, можно сравнительно уверенно основывать свои рассуждения на простейших повторениях человеческой природы. При известных условиях известные стимулы производят известные же реакции. Тогда можно с достаточной уверенностью предположить, что человеческая природа в этих целях может быть адекватно описана в терминах основных реакций на основе стимулов. Дальше Вайткетт дает определение философии. Философия это не просто совокупность возвышенных представлений. Поток таких представлений приносит больше зла, чем добра. Философия является одновременно всеобщей и конкретной мыслью, критической и одновременно восприимчивой к непосредственной интуиции. Она не является, по крайней мере, не должна являться свирепыми дебатами раздражительных профессоров. В философии имеют равное значение теория, альтернативы и идеал. Ее дары это озарение и способность предвидения, понимание ценности жизни, короче, знание того смысла, который придает силу всем достижениям цивилизации. Человечество может прекрасно существовать и при низком уровне жизни, на котором возможны только варварские проблески мысли. Но когда цивилизация набирает силу, отсутствие координирующей философии жизни сказывается на обществе, ведет к декадансу, скуке и ослаблению усилий по созданию цивилизованного образа жизни. Мое определение философии от Вайтхэдовского отличается во многом, но мне нравится вот этот аспект на то, что альтернатива, критика, вот такие вот вещи какие-то продуктивные. Понимание Вайтхэдом философии не так уж далеко от того, которое обычно я озвучиваю, поэтому я здесь даже критиковать не особо буду. Но при этом, видите, Вайтхэд опирается на интуицию. Я на нее не опираюсь, но и рационалисты, когда дают определение философии, тоже на нее не опираются особо. Философия является попыткой прояснить те фундаментальные убеждения, которые в конечном счете определяют главные точки, лежащие в основе специфики каждой данной эпохи. А вот здесь я уже не согласен. Философия не всегда про эпохи, иногда она про конкретных отдельных людей, и это неплохо на самом деле. Так вот, Вайтхэд продолжает. Такое видение и есть то знание, которое Платон определял как добродетель. Эпохи, на которые в пределах возможности развития распространялось это видение, относятся к тем, которые никогда не исчезнут из памяти человечества. Наше обсуждение незаметно пришло к обобщению. Оно проделало путь от исследования коммерческих отношений к роли конкретной философии в достижении ведущих целей человечества. И вот у нас эпилог первой части, это уже почти конец, мы просто прочитаем цитату и попробуем откомментировать и сказать, что вообще я думаю о первом разделе. Остальные разделы будут потом. Так вот, эпилог первой части я зачитываю полностью. На этом уровне мы закончили рассмотрение ряда идей, благодаря которым отрабатывались цивилизованные формы поведения людей и их взаимоотношений друг с другом. Совершенствование этих взаимоотношений зависит от постепенного роста взаимного уважения и симпатии, от общего роста благожелательности. Все эти чувства могут существовать при минимальном развитии интеллектуальности. Их основой является эмоциональное отношение и человечество овладевает этими эмоциями благодаря бессознательному действию природных процессов. Но ментальность, когда она возникает и становится моментом координированной активности, имеет огромное воздействие на отбор, выделение и развлечение эмоций. Мы рассмотрели процесс возникновения идей из деятельности и влияния этих изменений характера деятельности, из которой они возникли. Идеи возникают как объяснение обычаев и приводят к определенным результатам, создавая новые методы и новые институты. В предыдущих главах мы ознакомились с примерами перехода от одного типа идей к другому и функционированием этих двух типов. Эта часть книги была посвящена влиянию учения Платона и христианской доктрины о человеческой душе на социологическое развитие европейских народов. Так вот. Вывод хороший. То есть давайте так. Все, что было до этого, как будто бы к этому выводу досконально не ведет. И вообще, в принципе, он мог просто написать этот вывод, и этого было бы уже как будто бы достаточно. Осталось бы только обосновать какие-то вещи в этом выводе, но он их не обосновывал и до этого. Так вот. Давайте так. Культурологическая глава в приключениях идей Уайтхеда – это реально что-то по типу того, как будто технарь начал рассуждать о гуманитарных темах. Все у него в голове перемешалось, и он в итоге выдал то, что мог, но полученный материал очень плохо склеен, представляет собой довольно поверхностную компротивистику и вообще не очень интересен сам по себе. И с учетом этого, да, он проигрывает Даниревскому, Шпенглеру, Тойнбе, Куну и всем остальным, которые занимались похожими вещами, анализировали культуру и науку. То есть, если смотреть на это как на какую-то гуманитарную работу, в хорошем смысле гуманитарную, это не гуманитарная работа, видно, это нехорошая работа явно, это некачественно проделанная работа в данном случае. Но вывод интересный. Сами идеи Уайтхеда, они представляют определенный интерес, они нетривиальны, они заслуживают нашего внимания. Было бы неплохо, если бы они были лучше продемонстрированы. Да, да, я считаю, что если это еще как-то дополнительно продемонстрировать, привести лучшие примеры, не использовать какие-то слова, которые ты потом не будешь прояснять, из-за этого могло бы получиться что-то более крутое, еще более крутое. Сама картина мира, которую рисует Уайтхед, она довольно интересна. Несмотря на все стилистические мои недовольства, несмотря на то, что можно было написать намного лучше, что есть примеры того, как подобные книги пишутся лучше, все равно книжка любопытная. Ладно, друзья, я думаю, мы сегодня с Уайтхедом закончим, вот по крайней мере с тем, что я сейчас разбираю. Желаю вам всего хорошего, приходите ко мне на стримы, донать деньги, заказывайте подобные разборы книг, дороговато, конечно, но заказывайте. Заказывайте лекции, с удовольствием буду проводить разные материалы. Желаю вам всего самого-самого-самого классного. Спасибо большое Виталию Скорику за заказ материалов по Уайтхеду, за участие в непосредственно наших прекрасных, замечательных аукционах. Да, этот материал победил в аукционе, если что. Я не просто так это разбираю. Желаю вам всем всего хорошего, дамы и господа. Желаю вам всем всего хорошего. Я вас всегда и очень сильно люблю. Всех вас обнимаю. Приходите ко мне на стримы. Всё.